Человека похоронили, человек отошел в мир иной. Тут должны быть какие-то горе, слезы, может быть. Радоваться это в принципе не очень нечему, все-таки нету человека с нами. А вдруг после того, как человека похоронили, все всегда обязательно в пиршество. Ну у неверующих это обязательно застолье, бутылки должны быть. Ну слава богу, брат у нас верующий, поэтому никакого застолья здесь нет. А то еще так загоречатся люди, что вообще забыли, что пришли на поминки. Начинается свадьба уже какая-то, или какое-то празднество необыкновенное. И я думаю, откуда это пришло? Ну то есть надо задать этот вопрос, почему сразу после поминок мы начинаем вдруг вкушать, поминать. А мне кажется, здесь все дело библейское. Потому что вот радость жизни, которую человек вкушает, ну она все-таки радость, как не скажите. Вот детишки маленькие рождаются, любовь там между людьми. А еще когда детей любят, какая радость. Животные у нас вокруг нас и вкушают, кошечки, собачки. Тоже это все любовь. Радости, вкушения, даже пищи. Ну я не говорю там о греховных удовольствиях, я говорю о настоящих удовольствиях человеческих, которые бывают, приятностях жизни. И вдруг после этого начинаются скорби, болезни. Чаще всего, конечно, это уже к зрелым годам приходит. Ну и, конечно, в старости. Всегда-всегда приходят болезни. Или болезни психические, чаще всего, конечно, телесные. И потом человек угасает и уходит совсем. Его нет. Вот, знаете, так же точно все началось и было у Адама с Евой. Сначала прекрасный райский сад, кущи. Ну то, что я уже немного об этом говорил. И вдруг, представьте, когда они согрешили, когда они вкусили от дерева, познания добра и зла. Господь изгоняет их из Едемского сада, из рая. И они очутились где? Сразу очутились на земле, которая проклята за них. И написано, в поте лица своего будешь кушать хлеб свой. И вот эта мысль у меня как раз и коснулась. Я взял хлеб и вдруг понял, что вот, что Господь нам хочет этим показать с вами. Почему мы вкушаем здесь пищу? Потому что мы на проклятой земле находимся. Да, сестра наша Раиса отошла. Да будет Господь милостив над ней и даст ей небесные кущи. Но нам еще все предстоит впереди. Да, сегодня трапеза эта не очень обильная, но в то же время и сыпная. Понятно, обязательно хлеб присутствует. Но Господь сказал, в поте лица своего будешь есть хлеб твой. И проклята земля за тебя. И ведь это проклятие упало и на всех нас, потому что мы все потомки Адама. И мы точно так же согрешили перед Господом. Господь еще пока нам не дал явных знамений, что мы попадем в Царство Небесное. Никто из нас не может сказать. Да это ты не обо мне сказал. Это там о ком-то Василии Степановича. А я-то уж точно, я-то сто процентов попаду. Нет, не можем мы так сказать. Поэтому все мы сейчас здесь и сильно верующие, и не очень верующие. И вкушаем этот хлеб в печали. И присутствуя на этой трапезе, я бы попросил всех, когда отойдем отсюда, не забыть, где мы с вами были. Все-таки у нас тут горячительного нету. Это как бы мертвое тело еще перед нашими глазами, закапывание в могилу. Ну, надо, надо эту печаль опустить на сердце. А через сердце на разум. И сказать, Господи, неужели я там буду? Да, каждый из нас там предстанет. Многие неверующие люди боятся этого смерти, там разговоры. Ну, вот она прямо сейчас перед нами. Мы были на этом кладбище. Сколько могил там. И нам тут никак этого не избежать. Так лучше быть подготовленными. Как есть у Рима пословица. Лучше запланированное поражение, нежели неожиданная победа. Но могу так сказать. Господь не попустит неожиданной победы нам с вами. Поэтому будем вкушать и эту прапезу, и прославлять Господа нашего, что мы еще живы, что мы можем прославить имя Его Святое. В этот праздник крещения. А хоть я еще должен упомянуть, все получилось еще и в праздник. Это один из двух десятых праздников. Когда-то даже святые отцы спорили, какой праздник важнее. Тогда было вместе крещение и Рождество справляли. И не знали. Или Пасха. Что важнее? И то, и другое. И крещение. А крещение, оно прям прообразовательно указывает нам на то, как человек пострадании своим, Господом нашим Иисусом Христом, будет исцелен. Потому что в этих водах крещения мы избавляемся не просто там от какой-то нечистоты, грязь там где-то на лице или на руках, а от первозданной нечистоты Адама, от этой греховности. Поэтому, кто еще не крещен, то я прошу вас задуматься об этом и почитать нужную литературу. Особенно Евангелие от Матвея, третья глава, которая описывает крещение Господне. И потом последующие испытания от сатаны его. Потому что, если вы не прошли еще испытания от сатаны, которые Господь прошел с успехом, крестившись от Иоанна в водах Харданских, то вам это крещение не просто поможет, а оно исцелит в водах. Помогите, Господи. Такие мурины. Пожалуйста, господин. Я к тему хотел про свихотворение одну прочитать, раз брат начал тут. «Жизнь может оборваться точно нить, но точно нить ее связать не сможем. Но есть возможность всем нам вместе жить, лишь только веру во Христа умножить. Вот, друг, проверь, каков твой жизни путь, пересмотрите все свои кумиры. Коль хочешь ты дышу и отдохнуть, Христа тебе будет, пока ты в этом мире. Как ты живешь? Остановись, смотрись. Сегодня можешь ты принять решение. Иди, смири не Богу, поклонись, и обнови духовные стремления. Пока ты молод, пока полон сил, тебя зовет Господь на поле с жатвой. Сейчас тебя Он лично пригласил. Да будь же ты детем Христовой паствы. Не сомневайся и Ему поверь. Пусть, если даже ты больной и слабой, Бог сам тебе откроет в вечность дверь. Там будешь ты в лучах Христовой славы. Сограждане, Христос вас всех зовет. Прийти, назов его, совсем несложно. Спешите, а то скоро он пройдет. Прийти к нему будет уже невозможно. Господь говорит, придите ко мне все, труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Также Господь говорит в Откровении книги, Он говорит, все стою у двери и стучу. И если кто услышит голос мой, я отвори дверь, и войду к нему, и буду вечеряться с ним, и он со мною. То есть Господь стучится в каждое сердце человеческое через скорби, через страдания, через какие-то болезни. Вот то, что мы сейчас видим через смерть близких наших. Господь непременно всегда стучится, чтобы мы раскали в своих грехах, как Господь говорит, покаетесь и веруйте в Евангелие. То есть покаяние должны быть в своих грехах перед Богом нашим, Отцом Небесным. И все это происходит через Сына Его Единродного Иисуса Христа. Ибо так возбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единродного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Чтобы нам узнать волю Божию, исполнить ее уже здесь на земле, ибо для этого есть цель психологической жизни, и потом наследовать жизнь вечную. Господь Иисус Христос сказал, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Я вспомню сейчас свихтворение. Никитин, если вы знаете такого поэта, он написал так. Измученный жизнью суровой, не раз о себе находил, в глаголах предвечного слова источник покоя и сил, как дышат святые звуки божественным чувством любви, и сердце тревожного муки, как скоро смиряют они. Здесь все еще в нажатой картине представлено Духом Святым, и мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им, и сущего в мире значения, причина, и цель, и конец, и вечного сына рождения, и крест, и тернового венец. Как сладко читать из строки, читая, молиться в тиши, и плакать, и черпать уроки из них для ума и души. Все.